всем привет ребят добро пожаловать в новости линга лет с модом энерат продолжаем смотреть турнир под названием энерат интернешнл сегодня у нас последняя катка нижней сетки 4 тура рнет против викинга за рохан играет викинг а рнет за изенгард пока я проматываю вот вам котик от подписчика так значит в два барака бомжей играет ронет и в конницу вначале прохан тут решил позабирать все крипы на карте которые только можно кроме тролля странно что изен не забрал тролля себе тут очень много копейщиков после крепинга так что конница не очень эффективно будет но с другой стороны дикари дунланда не особо бояться так-то должны роханцев потому что копейщики все-таки медленнее дамажит чем мечники то есть топорщики появился больной теодент лидерка в 25 процентов теперь кино налоги и все но и лукари еще построил минус крис минус дикари там минус ферма тут минус скрип тут подходит новая пачка конница поехала еще дикарей построил он ставится второе стрельбище немножко на жадничек сейчас ронет он хочет и барак снести и ферму снести ферму то он скорее всего разрушит а вот насчет барака я не уверен не стоит забывать что тут довольно много дикарей и размер нифига не в его пользу да он решил отступить спасти хотя бы остатки своих войск бегает хоббит в надежде что-то получить показывают конницу и ранит соответственно будет готов теперь викинг и окей я под я щас просто боль почувствовал какой-то небольшой маленький маленький затупчик случился он забирает лучников дро дан и за может он думал что это арноры там метатели выйдут и поэтому испугался так в тылу потерял одну ферму но не более продолжаются рейды дикарей со всех сторон надо перехватывать таверну обязательно давайте прикинем варчант на 300 очков командования варчант на 480 нового изина нет ни одной из тадельки пока что просто то есть экономика нормальная ну и по прокачке выигрывает викинг потому что он очень много крипов позабирал а вот экономику сложновато сравнить с изенгардом но кажется что у урохана она поломана все-таки да возможно потеря вот здесь будет он не замечает пока что этого он смысле ронет мог бы снести того три фермы всего лишь но он строит новые 4 ok 4 плюс будет 6 сейчас 7 данный момент да он не снесет на кеке надо уже переключаться на другие войска срочно рн еду потому что урохана довольно таки мощный стак уже накапливается он сейчас пойдет в контратаку вернет решил построить вольфгара для подкрепления так сказать своих дикарей но войск у него мало так конница заезжает очень хорошо прожимается отступление то есть анти давка плюс огромный буст брони и все но в целом неплохо неплохо потянул немного времени скажем так рнет себе снова очень хорошо заезжает теряет половину отряда конницы но продавливает лучников у него качи на конница он восстановится вызывается гендер сейчас это один станет не больным забыл агрессивку викинг врубить оборонка все нормально нельзя сейчас отдавать этого чела нужно за грейдить талдина мне не нравится что он в движении но вроде как сработало я помню что есть такой баг в бфе если такие обилки кидать а юнит на которого вы кидаете двигается то иногда белка может и сработать поэтому я бы на месте викинга бы так не поступал очень много дикарей пробегает с фланга появились у руки 2 цитадельки 2 барака делает great хочет играть в арбалетчиков я бы сперва скаутов построил на арбалетчики тоже очень хороши что делать с этой бачки которая под бараком стоит непонятно есть при желании сейчас рухан может поломать вот это вот даже все тут даже метатель есть ухты так и случилось минус барак конница юзность слишком много копейщиков там так минус метатели будут еще он лукарей до этого убил вызываются дикари со второго тира так и едет конница ну можно подавить лучников частично успел викинг прикрыться но все равно это ему не особо то как-то помогло что же на базе делать минус рабочие еще у руки без обилки сражаются но войск не так уж и много может быть он надеется что они сами собой исчезнут помрут может от скуки здесь крепость в принципе отстреливает их понемногу о там 2000 там 3000 даже я бы две вышки построил и дальше бы хараси лэку у него есть апгрейд факелов то есть он потенциально может даже базу тут пробить ну смысле крепу можно вкинуть всем дикарям которые непризывные этот апгрейд ну то есть ближнего боя тоже и поломать крепу ставится вышки окей часть руханцев отступает очень сильно греб волюгар можно использовать воровство ну бей 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 ладно он же еще может третий дир взять если он заранее заградил огонь то это победа для иран это он пронесет крепу сто процентов своровал деньги это то что я думаю это то что я думаю но вызывается а вызывается третий тир не отдает свою крепу викинг но я бы сказал что у изенгарда ситуация намного лучше минус вульф гард также то он качнул почти пятый уровень есть заливка опыта но войск практически никаких нет поныкал немножко экономики викинг что правильно восстанавливается на базе есть у него вообще ресурсы у него есть немного денег может быть имеет смысл построить тут прокси мастерскую и под теоданом попытаться какой-нибудь таран протащить или же парочку катапульт и просто по накапливать лучников и метателей так у него был доступ к таверне но дроадан я не вижу может быть он нуждался в деньгах тогда только сейчас они появились хз но тут конечно назароха надо приоритет делать в дроадан они самые полезные там лурц есть и тут еще есть немного времени кстати можно лурца убить закончился баф на урон но лурц тоже закончился вестфольдом как бы пофиг есть у них баф на урон или нет ну все зачистили неплохо сейчас викинг разменялся очень даже неплохо снова перехват деньги все были потрачены но стоит отдать должное на кнопочки викинг быстро нажимает экономику отстроил причем весьма приличную сейчас копейщики же выиграют да там знаменосец 4 левела затащит этих орков надо нажимать сюда и еще бы не помешало ган бурига на построить тут сейчас в ловушку может попасть гигантское количество войск ронет решил деньгами потащить это просто маленькие таранчики и умер появился но я не знаю дефаться нечем по факту это не армия да тут есть два героя и ты один сплэшом бьет но такое себе утешение если вся эта пачка за фокси то давно из них то им не жить посмотрим как викинг сейчас будет это все растаскивать у него наверное наверняка идея в том что можно героев подставить о нормально нормально теперь уже посильнее пачка стала можно подставить героев чтобы противник их фокусил в это время его лукари будут расстреливать не ну я я уберу свои слова назад теперь то это уже приличная пачка там подкрепление подошли все они качаны теперь я не уверен что эти потащат к тому же призыв гендальфа может помочь конечно стаканы так он и не вызвал всадников он очень сильно хочет подкрыть крепу прям видно он не хочет сражаться ой как же много потерь это всего лишь пара залпов плюс гендальф все тут уже не получится еще метателей делает короче он прям упрямо хочет именно подкрыть крепу ему нужно что-то придумать против этой пачки я напоминаю что орки лучники на варгах теряют возможность давить если вы делаете апгрейд который позволяет им стрелять огненными стрелами то есть из-под тишка подавить эту пачку он не может конница у него недостаточно в гар у него не качен а вот как раз конница он решил тролля забрать он может надеяться на тело да ну потому что там не настолько сильно качаны герои ой и пардон не на тело на нас романа тут не настолько качаны герои чтобы его быстро убить можно было хотя копье уже есть это страшно так решил использовать свои призывы надо поражать это а как-то как-то так получилось что только три отряда поражали ну ладно лучше чем ничего друаданы сейчас рискуют погибнуть прикрывается копьями викинг но их очень мало супер везет что конница не давит сейчас она не успела скорости набрать но скорее всего эти всадники их перебьют хотя может и нет не особо фоксит короче викинг не контролит потому что он ой не викинг рнет не контролит потому что у него на базе большие проблемы войск очень мало нет кажется что это камбэк для рохана ничего не может сделать изенгард тем временем ты один еще раз залил опыт и все уже пятых левелов стали это прям внушительная угроза появился углу как же ему избавиться от проблем ну копейщиков мало может конницу построить 3 3 пачки конницы хотя бы тут продолжает харассы но честно говоря для викинга это уже не проблема костяк армии у него остается ему там добавить немного копейщиков и будет нормально все конница не строится это единственный шанс для него 3 пачки конница может 4 учитывая прокачку может 4 конечно желательно бы еще апгрейд флагов но хотя бы так попробовать задавить и за счет прокачки потащить а то как не как 5 левел и за смерть то больше народу за смерть больше опыту дают так вызывается снова конница вестфольда нет копейщиков поэтому хана им всем даются скауты и мне кажется что до рнет проигрывает этот матч викинг докачивается до 26 очков лагерь кидает и на этом гг вестфольд номер три карта на которые играли следующий матч менялись фракциями собственно давайте сделаем в жух так хоббит занимается криппингом здесь криппинг через дикарей через тоже две палатки играет викинг решил скопировать тактику своего оппонента несмотря на то что она не сработала где-то не совсем копия будет ли у него конница меня интересует но ранее конница за изен сейчас это хорошая тема вполне себе скауты он заказал скаутов точнее а тут относительно ранний талды но и отступников сделал коббит забирает деньги дикарей кстати пока нечем встречать а он а ну ему бы наверное друадан чуть чуть раньше заказать тут подставился тут в принципе он должен дефаться эту конницу нужно убрать просто эти челы всех убьют дикарей легко так отдается ворчант и ферма падает но это размен не выгоден нужно викингу сейчас дикарей спасти он почему-то в другую сторону побежал может надеялся что они еще что-то снесут но как бы помянем да крепость добивает знаменосца луча погодите может я не прав 150 а нет 300 монет игнорируйте рифму я был неправ это хороший размен они же еще денег наворовали я почему-то подумал что дикари дороже стоит вполне себе адекватный размен появились друаданы очень быстро сыпется дун ланды и скауты сейчас рискуют тоже погибнуть копья вроде как прикрываются от отступников но у отступников аж три ряда их так просто не убить можно на еще один раунд заехать отлично и и скаутом хана будет это большая потеря для начала игры еще отряд друадан построился и третий до заказ так пробежали дикари в тыл еще больше дикарей я бы советовал и зену вот в такие моменты когда вот ты вроде зарашил но не так эффективно как тебе бы хотелось и у тебя получается две дикарни чё с ними делать строить больше скаутов с копейщиками дикарями чтобы экономить а вместо мечников дикарей строить метателей таким образом можно ломать здание не рискуя потерять войска вот пока тут подбегали подкрепление рохана он мог бы подойти эту ферму поломать потом чуть-чуть отступил бы и сражался в итоге у него много войск но по факту они не могут сражаться он боится копейщиков отдавать очевидно потому что там были отступники то есть там могут быть еще отступники есть ему желательно да почему мне пишут ему бы желательно вообще не отдавать их чтобы они просто стояли здесь эти копейщики итоге получается что тут немножко этих мечников которые от друадан агребут и всего два отряда скаутов то есть эта армия вообще никакой угрозы не представляет рохану у которого уже есть саппорт у которого есть дальнобойные лукари и достаточно много пехоты чтобы можно было танчить он еще может вышку занять возможно у них тут джентльменская договоренность была не занимать вышку я пару раз такое видел но я бы на месте любого из этих игроков воспользовался бы этим это преимущество это считаете что вы один отряд например скаутов превращаете в два а то и в два с половиной по велью так подстроил войска викинг теперь у него есть чем танчить нужно прожимать конечно же кнопочки потому что мечники уроки не такие эффективные будут вызывается гендальф очень много скаутов убивает отличный просто луч ронет использовал очень хорошо где-то 60 процентов отряда он убил одной кнопкой и получает теодена так тут в тыл пробегают дикари но ситуация прям скверная нужно конницу добавлять он массой не затащит потому что саппорт и еще и армия посильнее будет ну так не сильно конечно но уроки то подохли он один бегает ну да вот эта пачка такое себе он начал метатель добавлять что хорошо они весьма приличный урон наносят у них просто выживаемости нет но если у вас нормальная толпа то метатели могут много много чего наделать ну и потом плюс еще контратака очень удобные если вам не надо ничего добавлять вы просто сразу идете из здания ломаете противнику там 5-6 пачек метателей с грейдом факелов я пусть несут очень быстро шикарный юнит так в тылу вроде как не удается ничего снести кстати экономика аэронеда не то чтобы очень хорошая была кажется у викинга все таки есть преимущество а еще мне кажется что его рабочие здесь пострадали от гоблинов но увы ему некогда пытаться им мстить еще ему нужен лурц есть у него деньги на лурце так 530 тут это 430 потому что таверна второй кир вызывается в тыл значит ключевуха падет там хилку эронет отдал еще кучу денег сворует ох вообще никого нет на дефе он решает снести барак ну мы будем но самая большая угроза это таверна он добавляется ган бури ган на мой взгляд рановато но может быть в этом есть какой-то смысл может он хочет пораньше качнуть его чтобы еще 25% урона было но друадан откровенно мало 3 пачки я вижу возможно их 4 но нет 3 пачки ну такое до 25% от 3 отрядов грубо выражаясь это даже не один отряд а тратите вы 1000 рановато надо бы добавлять лукарей побольше так там сейчас закончится этот призыв ну стоит заметить как только теоден качнется до этой обилки ну вы видели в прошлом матче два залива это пятые левелы ну там при условии что не подрались немного какой-то опыт они все же получили и тогда эти 25% от ган бури гана будут иметь больше значения ой 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 ошиб очка недоконтролил и викинг его наказывает за это качает четвертый левел лурц почти четвертый с половиной то есть это почти пятый левел и это почти лидерка 25 урона что неплохо все-таки там 4 отряда было один не качен или может быть это новые из таверны пришли хз ну все еще эта армия представляет конечно угрозу для уроков но уже не такую большую на воскрешение теодена денег нет то есть сейчас эронет должен тильтануть немного он проиграл одну катку и еще и не может самого главного своего героя воскресить причем потерял он его собственно по своей вине просто отдал недоконтролил надо было на оборонке держать так в лурца отдается отравленная стрела никогда не уважал эту обилку но мне ну аду говорил что она норм сейчас посмотрим сколько она снесет ему хп он на агрессивке он не замечает этого но она редко юзается поэтому может быть викинг ну не понимает что она может ему навредить ну честно это не не коронация горкила конечно 30 процентов хп она снесла и кажется его кто-то сейчас другой траванул может я ошибаюсь погодите его фокусят или что это было он очень много урона получил на самом деле прикольно хоббит запрыгнул гендальф вызывается в спину только он кажется промазал он не по лурцу стрельнул и в итоге несмотря на все вот эти вот прикольчики удается викингу нормально так-то сейчас нужно фокусить копья что вроде как эронет и делает потому что у него есть третий тир и он вызывает ему прям идеально продавливает большую часть не копейщиков и можно дальше сражаться можно даже на смерть послать этих воинов ну этих всадников то есть и попытаться героев прогрызть там хилка углу кавкадея там еще есть гриша я не могу его выделить вот выбрал нет не удается тут еще есть копья очень хорошо сработал викинг подставил все как надо заезжает конница продавливает друадан и кажется что викинг прям на голову обыгрывает эронета все теряет эронет что у него было воскрес теоден но все его старания все накопленные войска были убиты из-за того что ему не хватило копейщиков то есть их как бы не было совсем в итоге у руков все еще достаточно войск так чтобы сражаться что же он будет делать хз хоббит отступает потеря экономики тотальная но он даже не пытается дефаться ему просто нечем он мог бы отправить теодена но как по мне это просто трата времени бессмысленная он их не успеет всех убить а ему он сейчас важнее здесь и что самое грустное перехватывает викинг таверну то есть доступа к друаданам нет а у него нет стрельбище он не может подстроить луков и у него нет экономики так как он игнорировал все нападения дикарей он не отстраивал ну как он отстраивал просто здесь экономику и сейчас он ее потерял то есть он остается у разбитого корыта если бы пара стрельбищ была или если бы он не потерял друадан то он бы легко эту атаку отбил а так ему нечего здесь уже больше ловить ну сейчас последний снос походу они исчезнут там еще и герои так сильно качаются траванул грешнока блин как же он бесит своей моделькой я не могу его выбрать он выбрал он вышку где-то ставил я пропустил странно кстати ну ладно умрет ли он от яда или нет там скорее всего броня от углука уже есть закидывается хилка но увы почему-то не дали возможности грише хиляться от этого но он окей он не сдох так второй тир сносит еще одну ключевуху остается одна ферма третьего левела просто роханская нищета ничего нет парочка друадан осталось ну два отряда грубо говоря но они не успевают воскреснуть их постоянно в бой посылают этих ветеранов и тут еще и аэронет просто не доконтролил и на смерть всех послал по мяне хоббит куда-то запрыгнул ну тут надо сдаваться это уже невозможно выиграть вся карта в красном цвете со всех сторон прут войска сейчас останется только крепость без каких-либо войск и еще и 22 очка в кармане у викинга то есть потенциально 25 еще будет скорее всего крепость рухнет до нее ой там даже таранчик есть надо же а ну был уже нет остается одно очко ну по красоте прям не оставляет вообще никаких шансов противнику вызовет армию на стиле или нет нет решил не вызывать 2-0 ну что ж следующая катка если викинг потащит то он проходит дальше если аэронет потащит то сможет посражаться еще снова кому-то выпадает изенгард это викинг а тут гномы и выбирается эребор сразу видим что это не фаст барак но достаточно быстрый барак решил небольшую ферму себе поставить чтобы чуть больше денег было как бы время теряется но все равно билд нормальный можно было бы попробовать на жадничах сыграть против изена тут знаете такие майндгеймс типа игроки за изен боятся стартовать в скаутов ну по крайней мере хорошие игроки потому что все привыкли что изен скаутами крипит значит можно убить этих самых скаутов а гном может сортануть в фаст повозку или же там может быть джиха и может быть фаст кава из барака то есть гном это такая фрага которая очень сильно может наказать соответственно учитывая это можно было бы сыграть в жаднича то есть барак на одной ферме второй рабочий сразу же идет сюда ставит нычку и попытаться убить это потом рабочий который строил барак идет сюда ставит здесь нычку ну я бы конечно ее тут строил это немножко криво и после того как он забирает это он сразу же телепортируется наверх и забирает тролля здесь и таким образом обеспечивает себе отличное будущее вот и мы видим что тут как бы криппинг через дикарей то есть гномы теоретически бы это выиграли копейщики я конечно не уверен но но я почти уверен в том что фаланга бы выиграла но по крайней мере этих копейщиков тут легко а вот этих челов хз думаю что тоже выиграла бы оба игрока забирают по троллю викинг забирает еще варгов и скорее всего тут тоже будет забирать варгов а тут криппинг через отвлечение хотел он делать в итоге он только противнику своему помогает но варги почему-то переагрились я кстати не понимаю какого хрена ну ок обычно они же продолжают здание кусать и он делитнул а почему кстати а потому что он а нет у него есть мечники ну ладно я думал у него одни копейщики он боится может успел бы пока там челы забирали деньги высадить мечников и копейщиков и тогда эту пачку он бы разбил так ну короче викинг сейчас не спешит он хочет максимальное преимущество получить он сюда еще тоже намеревается идти но тут уже гномы поработали построили сметатели минус шахта сейчас потенциально потеря всех этих шахт очень странный прокси барак ставится я не выкупаю зачем есть метатели так тут снес одно здание цитаделька ворчант ну как минимум две еще плавильни он должен сносить и если он войска при этом свои потеряет то это будет очень даже выгодно ставится мастерская ну я бы конечно этот барак ставил на базе ну ок тут он в принципе отбился то есть три шахты у него остается тут минус плавильня вроде бы да так и есть хороший размен но теперь эронеду надо как-то избавиться от проблем на базе ой сейчас будет повозка момент неприятный ой как нехорошо увидит ли викинг это он может повозку снести сейчас нет не видит повезло эронеду у меня флешбеки там с одного стрима помните хорошо что я умный и заранее построил вторую третью четвертую пятую повозку очень много дикарей здесь может метателей попробовать убить также очень много вкусных целей для изина он викинг решает просто снести шахту что является ошибкой мы видим что его дикари просто развалились еще куча орк не обращайте внимания гномов высадилось он сделал апгрейд знамен на повозке так в тыл пробегают еще дикари так и тут перехватывается таверна ну это ненадолго гном сейчас супер редко играет в таверну при том что биорнинги очень полезные но вот даже я часто играю в лориен через биорнингов но вот за гнома почти никогда никого не видел чтобы их делали может потому что гномы и так хорошо здания ломают даже не знаю в общем это хороший юнит я бы даже посмотрел на подкрыт с биорнингами через высадку через шахту то есть второй урок пит ставится ну тут атака неудачная викинг отступает очень много войск пробегает сюда почему-то он скаутов использует как разменного юнита и теряет еще отряд что-то вообще катка у викинга не идет против гнома как ни странно хороший бочонок очень много дикарей погибает разумеется эта шахта будет разрушена но потери очень большие у викинга может еще эту снести скорее всего испугался тут делитается очень больно смотреть как гномики ножками передвигаются они шахтами супер наглые лесопилки поставил ну справедливости ради эрнет в основном от защиты играет он только одну атаку провел возможно викинг думает что если он будет продолжать эти атаки пускай и не все из них эффективные но гном будет дефаться а значит он сюда не придет и ничего ему не поломает и в принципе да в этом есть логика возможно так и будет смотрите он отвлекает основной пачкой гнома кстати пачка очень большая так что тут как бы нежелательно было бы сражаться и сам пробегает в тыл тем временем эронет накопил деньги на глоина то есть потенциально дополнительный баф для метателей будет если он качнется конечно же но тут угроза не знаю почему он отступает я бы сражался но как по мне армия у руков выглядит помощнее да глоин но на билку он потратил что еще он дает до четвертого левела ничего правда он быстро качается справедливости ради берется обилка сокровища гномов честно у учитывая количество войск у обоих игроков я бы на месте аэронета сейчас выдержку бы брал если он качнет четвертый левел глой но не теряя очень много войск ну пару отрядов если он потеряет не более то он сейчас может потащить вызывается второй тир с другой стороны может ему и деньги зарешают это он себе несколько ферм сейчас добавил ну и плюс потенциально прокачку до 3 левела но был бы тут второй барак будет грустно если сейчас ее пронесут 51 монета 49 а ферму какую-то достроил походу ну 50 монет грубо нормально как 3 фермы работает там будет где-то 60 или 70 если а нет 70 с чем-то будет с этим челом 60 будет когда она качнет левел она сейчас очень быстро качнет у него база голая ну ладно если так подумать может быть эта обилка ему зарешает ему нужно отстроить экономику на базе и ему надо чтобы она вся качнулась новая повозка и собственно эта обилка позволит опять таки зависит от того как он будет ей распоряжаться то есть можно кидать только на одну ферму чтобы больше денег лутать а можно получать меньше денег но зато все они качнутся если по очереди по закидывать ну допустим на эту я бы не кидал она сама там через несколько минут качнется допустим построить здесь ферму кинуть на нее или на эту например кинуть чтобы 3 левел быстрее был в общем вариантов много глоин я видел только что качнулся третий левел пока рано а третьим он раздает только осадкам нужен баф на метателей нужно оборонку гномом включить глоин пролез но я думаю это четвертый уже это пятый уже даже неплохо теперь двойной баф на метателях нужно только подкрепить эту пачку чем-то так он решил спушить снизу так увидел халяву в виде этих лесопильщиков здесь две лесопилки сейчас работать уже не будут продолжаются стычки здесь эту можно на оборонку поставить викинг очень хочет избавиться от проблемы этой повозки но не получается даже после а стоп это же турнир же на старом патче игрался их понерфили но мне кажется даже после нерфа они все равно достаточно толстые если хорошо контролить то гном не рискует ее потерять вообще теперь довольно много войск и забавно что он много прикрытия сделал ну это неплохо в принципе я не не буду критиковать его за это но все таки у него тактика через метателей а метателей у него мало нужно чтобы глоин работал по полной тут викинг отбил атаку гимли ага плюс мечники и метатели достроились и копейщики еще может он очень сильно боится конницы ну эта пачка в состоянии разбить эту правда я вижу углу к и лурц есть второго левела но это мелочи так сюда можно закинуть топорик он бьет сплэшом и просто отправить гимли за этими дикарями бегать как бы пофиг поехала повозка почему-то это неправильное решение он отдал 25 25 сейчас лидерку то есть теперь у него только есть саппорт на метатели в этом сражении да у него может очень быстро качнуться гимли но не стоит забывать что викинг его только что увидел это первое а второе там есть лурц который может кинуть стрелу и гимли не прыгнет повозка приехала отпустил дикарей небольшие сражения здесь так ползет ползет глоин не получилось пилку отдал кажется что гимли получил много урона могу ошибаться я пропустил он куда-то отдавал бросок топора и теперь у него есть удар в прыжке то есть по сути гномская версия сурмана грубо выражаясь очень грубо выражаясь ползет и викинг этого не видит успешный прыжок четвертый левел залутан и викинг друханул отступает теперь можно здание ломать эронеду тем временем взывается третий тир на третий тир ну да правильно сделал потому что они могли бы крепу даже снести если бы тут никого не было хотя с другой стороны да он бы тоже их мог убить он сплэшом бьет так тут какие-то а тут гномы еще и выиграли стычку все плохо у викинга но он не особо проигрывает а потому что две лишних обилки окей он выигрывает по обилкам сейчас немножко по очкам точнее сейчас еще один саппорт будет теперь все войска у него если он повозку не погодите он потерял ее что ли да я пропустил этот момент короче ему надо повозку построить у него будет 50-50 на всю армию и 75-75 на метателей ну там без учета лимитов лимит поменялись на броню слегка промазал но все равно выгодно надо еще кинуть топорик ух ты гендальф еще и зарешал нормально еще можно визард бласт использовать но как-то немножко недоконтроливает таранет берса неплохо его нарезали но там герои есть так что берсов можно убить блин вообще на самом деле непонятно каким образом но гном оставил очень много войск здесь смотрите как слабо выглядит его армия сейчас при том что все что я видел ну это то что он убивал уруков но как-то викинг умудрился перестрелять гномиков я вижу очень много знаменосцев то есть технически это армия все еще неплохая просто нужно немного времени один отряд он теряет хилку отдал тем временем викинг зачистил здесь все кроме барака тем временем эронет построил экономику здесь вот это глупо очень надо кидать на эти здания второй тир закончился 900 на 710 это 2 то нет 1 то верно 610 ну такая себе экономика не слабая но и не сильная такая средненькая могло быть лучше ему надо весь этот участок застроить ну и разумеется еще здесь хотя бы 3 шахты пихнуть блин неужели викинг таким образом закомбечит из-за того что эронет как-то время упустил он сейчас должен дефаться это на руку викингу я напоминаю он выигрывает по прокачке или уже нет да выигрывает все еще 20 очков крепость правда с броней он еще дополнительную броню грейдит ну ну ладно может ему хватит этого чтобы задефаться к тому же у него есть гимли и возможно будет призыв шахты к тому времени хотя в этом я сомневаюсь отдает повозку так уроки продолжают ему экономику сносить если вы играете за гнома и у вас вот такая вот проблема сложилась ну то есть он же по факту у него сильнее пачка не будем учитывать прокачку ну то есть то что сейчас двадцать пятка будет но пачка то у него сильнее у него куча героев этот может сплошом ударить еще и кстати качнется до десятого левела этот тоже то есть тут эронет должен тащить но ему скорости не хватает и мы видим что ему неудобно через шахты передвигаться то есть он не может не здесь задефаться нормально не с фланга но тут правда он как-то все-таки задефался но все равно потерял здание и он сидит и думает что ему делать в таком случае можно было бы поставить мавзолей а ну блин гений и мыслят одинаково да и этих челов не для под крыса готовить а посылать их на деф они бегают быстрее чем остальные войска но кстати вот эти челы тоже быстрее бегают и таким образом легче можно дефать свои здания кстати возможно потенциально эти лучше даже зайдут чем эти челы потому что тут 2200 на один отряд вы тратите на первый в то время как на убийц эрибора что там просто апгрейд сделать два раза ну пускай там 500 750 и 650 то есть еще 400 то есть вы можете за те же деньги что вы тратите сюда вы можете где-то 3 отряда построить и этого хватит чтобы атаки с флангов дефать так докачивается викинг и еще две пачки у него сбоку то есть даже если он эта пачка не сносит крепу он кучу экономики поломает сейчас эронет снова какой-то супер странный барак поставил непонятно где так вот это импульсивное решение было он испугался и решил что сейчас проиграет и поэтому использовал день дурина точно знаю что противник его не перекроет ничем но теперь он проигрывает по прокачке очень-очень сильно и по экономике тоже очень-очень сильно ну это это поражение да уруков много гномов немного прокачка героев не потащила самое грустное что дайан после того как был построен смотрите он почти не не поучаствовал ни в каком из сражений он в основном просто стоял сначала здесь стоял потом здесь стоял у него же тоже сплэшовая обилка призыв разрушителя она тоже могла бы помочь но нет а а а и глойн не получил ну потому что уроки из двадцать пятки не фидят вообще ему нужен ульт глойна сейчас и то он не убьет всех уроков только прокаци гимли берса подрубил хороший прыжок стойте 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 есть ульт чуть-чуть еще один удар и будет ульт ну по идее тут тут гном выигрывает но что это ему даст у него нет базы больше там еще сбоку подходит надо ульт прожимать как-то поздновато минус гимли но насрал перед смертью если что у него уникальный дебаф он повышает урон там вроде немного вражеский но зато он снижает максимальное количество здоровья целей на 50% то есть вот элитные войска как например у руки становятся тонкими как дикари вы можете легко их убить прикольный дебаф да и на четвертого все викинг уже почувствовал преимущество начал уже тут застройку делать у него куча денег я думаю можно проматывать это уже агония эронет не выиграет вилочку сдал неплохо ну возможно некоторое время викингу против прокаченных героев сложно будет сражаться хотя у него лурц и углу каченый там сейчас ульт лурца может быть тут побольше конечно посильнее герои давайте промотаем и еще промотаем и еще промотаем но довольно довольно долго он дефается учитывая что у викинга все хорошо сейчас баллисты пойдут возможно минус гимли поймали его снова дебаф отдал а разрушитель забыл обилку использовать зато глоин свою ульту не забыл использовать аааа похоже я ранен аааа аааа минка как же ему пофиг просто на крепу кинул ее по приколу землетрясение использует интернет неужели я зря проматывал камбэк в как что не экономики не денег нет но есть опыт прям гигантский опыт у героев а из героев что осталось а ну окей из героев остался только глоин такое себе Сейчас баллиста умрет Офигеть Слушайте, он его выгнал Он живет на этой одной шахте По 73 монеты качает Я просто не верю своим глазам Что есть у викинга? Армия Изина сейчас будет И вместе с ней орки-лучники на варгах С огнем Защиты тут как бы нет Если он сейчас сможет убить Хотя бы Глоена А это вроде как не сложно Стрела там есть Гимли может даже не умирать То крепость он забирает Но он сейчас наверняка жалеет Что мину отдал Можно было взорвать этих гномов Им правда опустошение для этого понадобится Но гномы довольно медленно передвигаются Можно надеяться, что они и так не успеют выйти Орки в тылу харасами занимаются Так, что будет делать Гимли Прыгнул Вот кстати, если бы он дебаф сначала поражал Может они бы сдохли от Глоена Я не уверен Но мы бы Он что сдох? Нет Не вижу его Где Глоен Вон он Слился с гномами Барак ставится Почти обилки откатились Давайте ускорим Так, волчьи всадники вызываются Гендальф вызывается Армия Эзенгарда вызывается Снова вся экономика в расход У гнома Начал крепу фокусить Ну, Гендальф есть Да, по идее Гендальф в балике тот заберет Его можно было бы зафокусить Но викинг не парится, скорее всего По поводу этого Полвина хп крепости Потеряно И уруков достаточно много еще остается Можно крепу окружить А Эронет в свою очередь Может отменить воскрешение Глоена И заградить бочонки с маслом Но Он решает, что Нет смысла сражаться дальше Ну, по факту Минут 10 назад надо было уже сдаваться Викинг его обыграл 3-0 Викинг проходит в следующий тур Спасибо за внимание Подписывайтесь Ставьте лайки Чао Какао